Всем привет, с вами Полтем. Добро пожаловать на канал. Не так давно на канале было видео, в котором я рассказывал, что не стоит включать эти функции на вашем айфоне, чтобы ваш опыт использования был еще лучше. В этом видео я хочу вам рассказать о функциях, которые наоборот обязательно нужно включить, чтобы ваш опыт использования вашего устройства стал еще лучше. В общем, буду рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, также подписывайтесь на канал и обои из видео у нас в телеграме, ссылка на которые в описании. Первое, с чего мы начнем, это с внешнего вида iOS. Когда вы используете систему годами, она вам приедается и хочется чего-то нового. Именно поэтому Apple закидывают последние годы, что iOS не меняется годами. Но когда Apple что-то добавляет, все пишут, что это Android. Но это уже совершенно другая история. Давайте попробуем немного изменить внешний вид iOS и именно цвета системы. Давайте перейдем в настройки, универсальный доступ, дисплей и размер текста. Здесь вы можете видеть, что есть переключатель этикетки и он у меня всегда включен. Если выключить, с переключателей пропадает кружок. Если включить, то этот кружок снова появляется. Это меняет все переключатели в системе и это уже выглядит иначе. Просто включите, реально будете наслаждаться внешним видом. Что еще здесь можно включить, это увеличение контраста. Вы видите, что кнопки меняют свой цвет. В целом все настройки становятся немного серые. И опять же, внешний вид и восприятие системы из-за этого меняются. Как вы можете видеть, все остальное остается, как и было раньше. Экран не затемняется, то есть у нас такие же иконки. Это не смарт-инверсия. Единственное, что меняется, это белые поля. Они становятся немного темнее, переключатели становятся вообще темными. И опять же, это работает по всей системе. Так что это такой простой метод, как немного освежить внешний вид iOS. Также в видео о настройках, которые нужно выключить, я рекомендовал к покупке iPhone X, потому что это телефон цена-качество. В комментариях многие люди написали, почему именно X можно рассмотреть XS, например, или даже XR. И я до сих пор думаю, что все равно X это лучший телефон, который сейчас можно купить и получить все последние функции. Но так было до того момента, пока я не проверил, сколько стоит iPhone XR. Но я каталоги в поиск, давайте в объем XR. И здесь мы видим, что цена не сильно отличается от XR. Динамика цен показывает, что она идет вниз на данный момент. Курс нестабилен, телефон устаревает с каждым днем все больше, поэтому цена будет только падать. Характеристики у телефона реально отличные. Единственный минус для меня, что здесь нет адекватного 3D-тач, как это было в XR. Но тем не менее, даже из 11 Pro, 12 Pro его выпилили, так что в целом это не проблема. Можно читать отзывы, которые пишут реальные люди, на которые можно ориентироваться. И также вы сможете посмотреть магазины, в которых сможете приобрести нужный вам товар. Можно сортировать магазины по цене, в скироху будут самые классные предложения. И это реально не сильно дороже, чем десятка. Короче, XR можно смело покупать, вы получите большой экран и все последние iOS. Ссылка на XR для вас в описании, переходите, ознакомьтесь и покупайте. Следующая настройка, которую обязательно нужно включить, учитывая положение дел в мире. И, ребята, обязательно это сделайте, потому что это ваше здоровье и ваша безопасность. Мы никогда не знаем, понадобится ли нам скоро или нет, в каком состоянии мы будем и так далее. Надеюсь, все будет хорошо, но если вы знаете, то вы знаете. Так что переходите в настройки здоровья. Здесь вы найдете медкарту. И это ваша медкарточка, в которой будет вся основная информация о вас. Эту информацию вы можете заполнить и указать здесь все важные показатели вашего здоровья и вашу информацию. Опять же, если вы не в адеквате, например, то ваше устройство рассказывает абсолютно все, что необходимо врачам. Ну, учитывая, если вы это сделали сами. Так вот, когда вы это заполните, вы можете заблокировать ваше устройство, пытаться его разблокировать. Понятно, что без вас это сделать не могут. И здесь есть кнопка SOS. Когда вы ее нажимаете, вы можете набрать какой-то номер или внизу вы видите кнопку медкарта. И это вся информация, которую вы указали в вашей медкарточке. То есть, если люди об этом знают, они посмотрят всю инфу о вас. Они посмотрят ваше имя. То есть, если вы, например, потерялись, вам отшибла память, то здесь будут реально все ваши данные и контакты ваших близких людей, с которыми можно связаться. Кажется, что это глупость и не пригодится. Ну, пускай будет. Так что, реально, сделайте это. Ну, просто это ваше здоровье. Если вы постоянно работаете с телефоном, например, продаете что-то на Авито, или постоянно вам летит какой-то телефонный спам от непонятно кого, то вам пригодится настройка заглушения неизвестных. Находится она в телефоне, вот вы ее можете видеть, и она отвечает за то, что все неизвестные номера будут заглушены. Вы их не будете слышать, но они будут попадать в папку недавней. То есть, вы их всегда сможете просмотреть, но телефон пиликать постоянно не будет. Тем не менее, вы будете получать вызовы от ваших контактов, от людей в приложениях Siri, и от людей, с которыми вы недавно общались, то есть, которым вы сами звонили. Реально полезная функция, попробуйте, потестируйте, думаю, вам понравится. Если вы хотите спрятать фотографии в приложении фото, то, скорее всего, вы отправляете фотографию в папку скрытой, и через настройки убираете эту папку из приложения фото. Но это на самом-то деле бред, потому что, когда вы так скрываете фотографию, любой человек, который знает, что через настройки можно включить отображение папки в приложении фото, по-любому все посмотрит. Просто забудьте о папке скрытой фото. Если нужно реально скрыть фотографию, выберите фотку, которую нужно скрыть, нажимаете на кнопку шаринга, и здесь есть добавить файлы. Многие люди не отстреливают, что это вообще за программа файлы, и зачем она нужна на iOS-устройствах. Это классный метод, как можно прятать контент с вашего устройства. Просто отправляйте все в файлы, в какую-то папку, в папки, в приложении файлы, где вы сами это все еле найдете. Ну а любой посторонний человек, тем более, это не найдет. Так что теперь вы знаете, как скрывать фотографии или любой контент вашего устройства. Мы с вами начинали видео с того, как улучшить внешний вид iOS. Пожалуй, закончим этим же вопросом, улучшая приложение музыка. Недавно в iOS добавили анимированные обложки в Apple Music. Если вы пользуетесь сервисом, то ваши обложки в Apple Music могут двигаться. Почему-то у многих это выключено по умолчанию, но это просто включается. Переходите в настройки, музыка, и здесь имеется переключатель анимированные обложки. Сюда можно зайти, включить по умолчанию или включить для Wi-Fi и так далее. Короче, если хотите анимированные обложки, теперь вы знаете, как это включить. В общем, ребят, вот такие вот настройки, которые нужно включить на вашем устройстве. Обязательно их включите. Они никак не влияют толком на батарею, но делают использование вашего устройства лучше, производительнее. Ну и опыт использования, конечно, улучшается. Буду рад, если вы поддержите видео пальцем вверх. Также подпишитесь на канал. Спасибо за просмотр. Пока.